В эфире Первого Городского начинается вечернее шоу «Вятка Тудей». Ваши любимые, в студии Роман Корнеев, и вот что сегодня мы для вас приготовили. Смотрите сегодня в программе. Сегодняшние кировские новости, которые, возможно, вы пропустили и не посмеялись над ними. Мы предоставим вам эту возможность. Кировские общественники выдвинули кота на пост мэра. Сегодня в Кирове концерт дал Михаил Бублик, эксклюзивное интервью с певцом в нашей программе. Могли бы вы, как будто уже концерт отсняли, немножко так запыхаться. Ну, запыхались немного после концерта. Кроме того, ведущий шоу «Звезда караоке» расскажет о самых необычных представителях этого шоу. Человек, который не взял с собой минусовку, не взял с собой слова, он взял с собой только свитер и джинсы, и сочинял на ходу песню, и это получилось очень интересно, ему хлопали. А участница по имени Алена воспроизведет эпизод из фильма «Пятый элемент». Ну, а начнем эфир мы традиционно с сегодняшних кировских новостей, которые Александр Сорокин подготовил, придумал про них шутки, которые совсем недалеко ушли от реальности. Итак, новостная рубрика с очень длинным названием. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Для меня большая честь начинать вечернее шоу «Вятка Тудей», постараясь справиться с такой ответственностью. Мы готовы. Первая новость. В кировских автобусах появились тайные пассажиры. Урок толерантности. Не негр, а афроамериканец. Не заяц, а тайный пассажир. Новость, которую мы так давно ждали. Кировские общественники выдвинули кота на пост мэра. Активисты предложили переизбрать главу города, назначив на место мэра кота. В случае избрания кота на должность мэра, он будет третьим градоначальником, имеющим усы. Мы поддерживаем инициативу. В любой момент за проступки мэра можно кастрировать. А как весело будет проходить общественное слушание. Господин мэр, это кто сделал? Это кто такой плохой? Да что же это такое-то? Одна новость краше другой. В музее Салтыкова-Щедрина откроется выставка «О чем расскажет пуговица». И да, скорее всего, чтобы выставка была интереснее, в музее покрасят стены. И последняя новость. Киров будет вежливо встречать гостей. Презентован общегородской проект «Вятка гостеприимная». Подробности проекта мы не знаем, но по названию новости Киров будет вежливо встречать гостей. Мы знаем одно точно. Въезд в город со стороны Филейки закроют. Это были новости. Все. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Ну что ж, дорогой зритель, после новостей самое время перейти к гостям, которые приходят в наш студию. Сегодня у нас здесь на ярком диване, умопомрачительно яркий, вызывающий прям даже икоту Андрей Анфилатов, ведущий шоу «Звезда караоке» на Первом городском. Андрей, привет. Привет, Ром. Привет всем. Да, вот, пришлось вот так нарядиться, но я не жалею об этом. К вопросу о костюме. В первом конкурсе, в первом этапе ты вел в своем. Теперь вот, смотри, какой яркенький. Вы, этот костюм, на самом деле, это некий тизер, потому что его вы увидите только в полуфинале. Это тизер костюма. Его, да, сшили на заказ, сшили специально. Здесь, кто знает, тот знает, что за песня нарядилась. Именно это и хотел спросить. Ты ведешь «Звезду караоке», соответственно, ты должен разбираться в музыке. Что за ноты? Ля-ми-же. Я не очень разбираюсь в музыке. Скажи, пожалуйста, вышел первый этап «Звезды караоке». Что было в нем? То, что тебе понравилось, что было весело? Ну, во-первых, первый этап, это получился очень грандиозный выпуск. Пришло более 80 человек. Были очень интересные люди. Например, пришел человек, который не взял с собой минусовку, не взял с собой слова. Он взял с собой только свитер и джинсы и сочинял на ходу песню. И это получилось очень интересно. Ему хлопали имя сестра, имя Вальдемар Кузиков. «Чистая, чистая, чистая вода по всей земле разливается, и вся округа очищается, вот такая любовь вода». Он прошел. Он прошел, потому что зритель его оценил, ему правда хлопали. Он делал это искренне, и это было интересно. Хорошо, кроме Вальдемара Кузикова, кто еще покорил? Пришел исполнитель в кожаной одежде. Он являл собой образ Ромы Жукова. У него были специальные очки очень красивые. Он танцевал вместе с жюри. «Я на рулет кожи свою поставлю, я в казино в порту не дань оставлю». Еще был продавец «Рыбой на рынке». Он перевоплотился на кастинге в Валу Борисовну Пугачеву. В принципе, то же самое он делает на рынке, чтобы рыба лучше шла. Вот. Соответственно, ему было очень просто это делать. Какую песню Аллы Борисовны упела? «Щадап, щадап, щадап туда-ай». Я не очень разбираюсь в творчестве Аллы Борисовны. Ты не очень разбираешься в рыбном рынке, правда? Наверное. «Щадап, щадап, 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 щадап туда-ай». Ненадолго прервем это искрометное общение с Андреем Анфилатовым на сюжет. Дело в том, что сегодня в нашем городе выступил Михаил Бублик. Для фанатов Михаила Бублика или тех, кто не знает, кто это такой, сюжет, который подготовил Александр Светлик. ПЕСНЯ До концерта еще, но редакторская задача снять вас после концерта. Могли бы вы как будто уже концерт отсняли, немножко так запыхаться? Ну, запыхались немного после концерта. Как выяснилось, Михаил человек честный, но помочь ближнему не против, поэтому нам подыграл. Как вам кировская публика? Замечательно, я считаю, что прекрасные люди, воспитанные, образованные. Как мы видели, приняли хорошо, аплодировали. Ну, слава богу. Есть ли какая-то универсальная дорога к всероссийскому успеху? И тут, вместо ответа на вопрос, Михаил начал прямо при нас писать текст новой песни. «Каждая жизнь» — это отдельная книга, которую каждый человек пишет для себя самостоятельно. Никаких универсальных формул нет, разве что можно посоветовать оставаться самим собой всегда. Вы отчасти стали популярным благодаря Пугачевой. Да, это так. Благодаря Али Борисовне Пугачевой и тому, что она когда-то послушала мою пластинку. Я стал услышан миллионами зрителей и переехал в другой город, и вообще переехал в другую жизнь. Ну, то есть пошли протоптанной дорожкой. Пошли протоптанной дорожкой. Ну, я бы не сказал, что она достаточно протоптанная. В Канаде существует певец Майкл Бубле. Майкл Бубле с «На-боди, но я»! И вы выпустили свой альбом в один день с ним. Значит ли это что-нибудь? Это ничего не значит, но я действительно... Я думаю, что никто никому не подражает. Я действительно, кстати, слушаю Майкл Бубле. Мне очень нравится. Ну, это обычное стечение обстоятельств, мне кажется. Собеседником Михаил оказался хорошим, и кировскую публику он уже полюбил. Поэтому ждем новых концертов в нашем городе. А я расхотел жениться! Ну, а мы возвращаемся к звезде караоке и Андрею Анфилатову. Это не синонимы. Что ждет в эти выходные? Проанонсируйте, я же не могу сказать. В эти выходные мы отобрали из кастинга 20 человек. Эту двадцатку мы разделили на пятерки. Каждые выходные будут показывать пять конкурсантов. Из этой пятерки выйдет только один финал. В это воскресенье стоит посмотреть, потому что будут сильные исполнители. Самые сильные, которых мы отобрали из этой сотни. Мы подготовили специальные сюрпризы. Только вот здесь, прямо сейчас мы это афишируем. В каждой программе, в каждом полуфинале оценивать конкурсантов будет известный человек страны. Так, хорошо. Приоткрой, давай приоткрой еще вот карты побольше. Первая представительница, она участвовала в шоу «Голос». Все, больше ничего не говорю, стоит посмотреть, кто это будет. То есть мы узнаем в воскресенье, кто же из шоу «Голос» вылетел в первом туре, не пришел кастинге. А потом пришел в наш проект. Мы приглашаем всех зрителей принять участие в съемках нашего телевизионного шоу. Они состоятся 4 декабря в 16.30 в «Авангарде». Дворец молодежи, так называемый. Всех ждем, всех будем рады видеть. Все готовьте ладошки. Вот это делать. Спасибо, Андрей, за очень жидкие аплодисменты. У нас был Андрей Анфилатов, ведущий из «Ведокараоке» на Первом городском. Ну а мы переходим к рубрике, которая предваряет следующего гостя под названием «А давайте-ка немного помолчим». А давайте-ка немножко помолчим! Что ж, дорогой зритель, у нас сегодня очень музыкальный выпуск, и мы возвращаемся в студию, поскольку в ней появился еще один гость. Это Алена Черкова, участница шоу «Звезда караоке» на Первом городском. Привет, Алена! Привет, привет, ребята! У меня есть первый вопрос. И подсказал нам этот вопрос окунь Григорий. Вопрос у нас рыбный. Поговаривают, что с одним из участников кастинга, вот с этим... У тебя есть тесная связь. Расскажи о ней. Пять-шесть лет назад я работала, подрабатывала на рынке, когда была студентом, и Андрей тоже работал недалеко за соседним прилавочком, и с тех пор мы с ним знакомы и иногда вместе пели в караоке. Вы прямо там на рынке пели в караоке? Прямо там на рынке пели в караоке. Между рыбным и мясным отделом? Примерно так, да. Хорошо, самая любимая песня того периода? Я пела, ну, русские песни какие-то, комбинацию, там, American Boy, Бухгалтер. Ну, в общем, нормально все, что любили в то время на рынке, да и, в общем-то, и любят сейчас. Хорошо. Скажи, пожалуйста, три правила пения в караоке, вот так. Быть трезвым желательно. Очень странное правило, почему-то многие не соблюдают его, хорошо. Успевать, читать текст и хотя бы немножечко попадать в ноты. Спасибо большое, Алена. Это три правила правильного, хорошего пения в караоке. Ну, а сейчас, в финале нашего сегодняшнего эфира, Алена споет нам шикарную песню. Чтобы вам было понятнее, что это за песня, вот небольшой эпизод. А вот теперь то же самое вживую, Алена. Слушаем. Это была Алена Черкова. Участница шоу «Звезда караоке», которое в эти выходные вы увидите на Первом городском канале. Ну, а на этом вечернее шоу «Вятклэдэй» закончилось. Хорошего вам настроения и песен. С вами был Роман Корнеев. Пока-пока.